Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусную скумбрию в духовке. Здесь у меня одна скумбрия свежемороженная, я ее разморозила предварительно. Удаляем ей хвост, все плавники. Вообще при работе скумбрии я всегда одеваю перчатки, но сегодня, к сожалению, не оказалось у меня перчаток, поэтому я работаю без, но в любом случае вот пищевой пленкой обмотала досточку, чтобы потом не надо было ее слишком сильно вымывать. Разрезаем брюшко и удаляем внутренности. Вот здесь по хребту делаем надрез, чтобы вычистить всю такую черную жидкость и хорошенько промываем и потом обсушиваем бумажными полотенцами. Хорошенько ее промакиваем, снутри и снаружи удаляем вот эту черную пленку. Вот это прочищаем, чтобы ничего не было черного. Отрезаем голову, она нам не понадобится, и нарезаем небольшими кусочками, полтора-два сантиметра в ширину. Добавляю щепотку лаврового листа, уже измельченного, 1-3 чайные ложки кориандра, 1-3 чайные ложки соли, и это все сейчас измельчу, потому что кориандр у меня, видите, в зернах, мне нужно его измельчить. Если у вас кориандр уже в порошке, то можно просто все соединить и не надо использовать ступку. Также я сюда добавлю немного черного молотого перца. Это все специи для рыбы. С этими специями она получит такой вкус, как вот пряный посол, знаете, но это у нас, конечно, будет не посол, а запекать мы будем, но вкус будет похожим. Приправляем рыбу с обеих сторон. Если любите, то в более соленую можно добавить соль по вкусу. Здесь уже ориентируйтесь на свои предпочтения. Приправили с обеих сторон. Тонкими ломтиками, то есть кружочками, нарезаю одну среднюю луковицу. Чем тоньше вы нарежете, тем лучше она пропечется и не будет хрустеть в итоге. Теперь более крупными кружочками, приблизительно по одному сантиметру, нарезаю три вот таких вот небольших помидора. По вкусу подсаливаем лук и помидор, чтобы они у нас не были пресными в готовом блюде. Берем подходящую по размеру форму и смазываем дно и стенки сливочным маслом. Теперь выкладываем слой лука. Лук очень хорошо дружит со сливочным маслом, будет пускать сок, смешиваться со сливочным маслом и получится очень вкусная подливка, к которой еще присоединятся соки скумбрии, которая у нас с пряными травами, и также помидорка. Сверху на лук выкладываю скумбрию. И сверху на каждый кусочек помидор. Помидор будет тоже запекаться, давать свой сок, который будет пропитывать всю рыбу. Получится очень-очень вкусно. Ставим выпекаться в духовку, которая уже прогрета до температуры 180 градусов, на 25-35 минут. Рыба должна хорошо пропеться. Ориентируемся по своей духовке. Уже через 15 минут начинает так вкусно пахнуть, совсем нет такого назойливого запаха рыбы. Обязательно приготовьте это полезное и очень вкусное блюдо. Я здесь нарезала немного укропа и теперь украшаем блюдо сверху. Перекладываем на блюдо. И теперь давайте посмотрим, какая рыба внутри. Смотрите, она вся пропеклась, пахнет очень-очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Пробую. Рыба просто тает во рту. Очень хорошо сочетается с помидором, луком и сливочным маслом. Чувствуются вот эти специи, которые мы добавили. Попробуйте. Это очень полезное блюдо. Можно его даже, если вы, допустим, худеете. Приготовьте это вкусно, полезно и очень-очень просто. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok